Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень интересное, важное для многих долгожданное видео Сода. Новые данные о соде. Сейчас вы узнаете о том, что, оказывается, сода замедляет старение организма и убирает системные болезни и уменьшает хронические воспалительные процессы. Каким же образом сода уменьшает хронические воспаления в организме и как для этого ее надо пить, какую нужно пить соду и сколько? Также вы узнаете о том, а что же вообще провоцирует хронические воспаления, чем опасны такие системные хронические воспаления. Да, действительно, сода это лекарство от старости и болезни, можно назвать так, но я объясню, почему именно докажу это. Также я коротко, просто и понятно поясню физику и химию работы соды в организме по устранению воспалений. Ну и наконец вы узнаете, что же такое стареющие клетки и услышите важное и новое объявление от меня. Смотрите это видео от начала и до конца, не ленитесь и посмотрите его полностью, вам же будет только лучше. Итак, начинаю. Стареющие клетки это вредный балласт. Они являются факторами старения, одним из главных факторов. Они разрушающим образом влияют на соседние с ними клетки. В нашем организме есть такие иммунные клетки-макрофаги, а именно моноциты, которые выделяют интралекины в местах скопления стареющих балластных клеток. Туда стягиваются и другие иммунные клетки, например, Т-лимфоциты и прочие. Они тоже разрушают стареющие и слабые, ослабевшие клетки. Погибая, эти клетки разлагаются. Тогда выделяются в том числе вещества, которые еще больше провоцируют иммунные клетки к их активности. И они еще больше выделяют вещества-разрушители, растворители этих клеток. Таким образом образуется много продуктов распада клеток, которые не всегда и не сразу и не в полном объеме выводятся из этих тканей. Таким образом в данных тканях поддерживаются воспалительные процессы, которые образуют очаги хронических воспалений. И этот порочный круг приводит к преждевременному старению органов и тканей и всего организма в целом. Приводит к проблемам с суставами, с почками, с кровеносной системой. Приводит к образованию атеросклеротических бляшек, к болезням нервной системы. И главное, запускает иммунный ответ. То есть приводит к аутоиммунным системным болезням. Суть которой всегда заключается в уничтожении своих же родных клеток организма, тех или иных органов и тканей, своими же клетками организма, то есть иммунными клетками. Это и такие болезни, как няк, неспецифический язвенный колит, болезнь крона, рюматоидная артрит, муковисцидоз, системная красная волчанка и другие аутоиммунные заболевания. Эти воспаления приводят и к так называемым болезням старости, от Паркинсона до Альцгеймера. Эти болезни ускоряются, усиливаются многократно именно из-за накопления и разложения стареющих клеток и хронических воспалительных процессов в данных тканях, системах и органах организма. Таким образом, системные хронические воспаления разрушают здоровье, ускоряют старость и приводят к преждевременной смерти. А что же вызывает эти системные хронические воспаления? Какова первая причина? Системные хронические воспаления вызывают, провоцируют быстрые углеводы, то есть сахара. Смотрите в этой связи непременно мои лекции «Инсулино-резистентность» и «Почему у вас тяга к сладкому». Провоцируют и высокомолекулярные белки, в первую очередь животного происхождения. Смотрите непременно мои видео «Мясо надо есть» и «Раздельное питание». Провоцируют и высокомолекулярные, но растительного происхождения белки под названием «Лектины». Смотрите мои видео «Синдром дырявого кишечника». А также провоцируют ожирение, особенно висцеральный жир, то есть жир внутренних органов. Смотрите мои видео «Калории и почему нельзя есть после 16.00». Дорогие товарищи, хронические воспаления в организме вызывают рак, то есть перерождение, мутации клеток в связи с очагами хронических воспалительных процессов. Грибки и прочие причины – это вторичные причины. Обязательно посмотрите хотя бы вот эти две мои лекции по онкологии. Первое – общие принципы лечения онкологии. И второе – сахар и рак. Дело вот в чем. Воспаления подавляют функцию терегулирующих клеток. Это такая разновидность лимфоцитов. Функцию – тормозить излишне активный иммунный ответ наших иммунных клеток, которые без этого торможения приводят к аллергиям, астмам, аутоиммунным болезням и прочим, о которых я говорил выше. Итак, да, уменьшить, ликвидировать хронические воспаления действительно может сода. Ну а при изменении питания, образа жизни – точно. Маленькое объявление. Мои знакомые передали мне от одного производства, находящегося в Санкт-Петербурге, конторку. Дело в том, что работать сидя очень вредно. До революции всегда были конторки. И дети, и взрослые работали, писали, стоя. И это делалось не только для воспитания воли, но и для здоровья. Пусть тогда и не понимали все биологические аспекты этого вопроса. Но если вы хотите сберечь осанку, позвоночник, не допустить сколиозов и проблем с внутренними органами, я рекомендую и вашим детям, и вам работать по возможности писать, чертить, стоя. Под этим видео будет ссылка на эту фирму, где вы можете приобрести прекрасные качественные конторки. Если вы наберете промокод, который будет указан под этим видео, то вам будет дана специальная скидка от меня – 5%. При оформлении заказа напишите от Фролова Юрия Андреевича. Мне такую конторку передали еще несколько месяцев назад. Вещь великолепная, действительно могу советовать с чистой совестью. Да, еще пару ссылочек на видео про конторки, про эту проблему сидячего образа жизни и работы за столом сидя, вы увидите по ссылочкам, которые будут даны под этим видео. В 2018 году в журнале The Journal of Immunology было показано исследование, которое говорило и доказывало, что прием 2-3 грамм пищевой соды в сутки, а далее я скажу, как именно применять, приводит к уменьшению воспалительной активности макрофагов и увеличивает активность террегулирующих клеток, которые снижают чрезмерную активность клеток киллеров-макрофагов и тем самым снижают возникновение и протекание аутоиммунных и воспалительных процессов в организме. Другими словами, тогда макрофаги перестают вырабатывать провоспалительные цитокины из-за большей активности Т-регуляторных клеток, которые и сдерживают иммунные ответы наших иммунных клеток на клетки-мишени нашего же организма. Кстати, уникальность этого исследования была еще в том, что оно показало то, что клетки мезотелия, это клетки, выстилающие брюшную полость, могут проводить электрические сигналы почти так же, как и клетки нашей нервной системы. Это очень важное, можно сказать, эпохальное открытие. Открытие, показывающее все новые возможности нашего организма и пути воздействия на укрепление нашего здоровья естественными путями. А теперь в этой связи вспомните то, что я говорил еще до 18-го года. Говорил по поводу водородной воды и свободных электронов. Посмотрите, дорогие товарищи, вот эту мою последнюю лекцию на данную тему, которая называется «Живая вода, водородная вода». Ссылка будет в описании. Ну а теперь маленькое, но очень важное для меня отступление от темы. Я сразу после него продолжу, и тогда будет самое важное. Оставайтесь, как говорится, с нами. Теперь будет так. Если после публикации моих новых видео по здоровью на данном YouTube-канале в первые сутки после публикации просмотров моего любого нового видео будет менее 35 тысяч, кроме общественных, вроде моего видео о политкорректности, вот об этом, то тогда я это видео, такое видео, переношу в раздел «Спонсорство», как я это сделал через два дня после публикации моего видео про анемию. То есть тогда такое видео будет доступно всем желающим только на платной основе. И это справедливо, коли нет интереса к моему конкретному видео, а есть, напротив, безразличие большинства, то кому надо, тогда посмотрят платно. Это мой труд, мое время, а любой труд должен быть вознагражден или оплачен. А потому я рекомендую следить и смотреть мои новые видео сразу после их публикации, в первые сутки, тогда вы их не пропустите, посмотрите. И еще, пересылайте мои видео людям, знакомым, родным, публикуйте в соцсетях, чтобы каждое мое видео могло посмотреть как можно больше людей. Помогайте мне в распространении моих видео. Вы мне благодарны за мои видео, ведь многие пишут об этом в комментариях под каждым видео моим. Тогда вот ваши три действия, три варианта, как меня можно реально отблагодарить. Первое. Покупать у меня продукты и товары на моем сайте надгар.ру. Второе. Подписаться в спонсорство. Вот эта кнопка, она есть под любым моим видео. И тогда всего за одну тысячу рублей в месяц смотреть те видео, которые будут только в этом разделе. Третье. Активно делитесь моими видео в соцсетях, распространяйте их и оставляйте свои комментарии, не ленитесь под каждым видео для их лучшего продвижения. Можете также помогать в ответах на комментарии и вопросы под моими видео. Продолжаю дальше лекцию. Так каким же образом сода уменьшает хронические воспаления в организме? Как это происходит? Биохимия. Вопросы. Вот вам простая реакция. Сода это натрий-HCO3 плюс соляная кислота желудка, куда попадает раствор выпитой соды. Это, как известно, аж хлор. И тогда происходит реакция с образованием, во-первых, воды, во-вторых, углекислого газа и, в-третьих, обычной соли, натрий-хлор. В желудке сода реагирует соляной кислотой и связывает ионы водорода, следите внимательно, которые имеют положительный заряд. Они нейтрализуются, образуется вода, а вот клетки желудка, которые вырабатывают соляную кислоту, поляризуются, так как они отдали свой положительный заряд в виде протона H+. И таким образом получили отрицательный заряд. Он и вызывает поляризацию клеток внешних стенок желудка. Далее. Отрицательный заряд внутренних пленок желудка. Да, именно клетки мизотелия получают этот самый заряд. Они поляризуются, как я уже сказал, и проводят этот заряд на другие клетки, в том числе других органов. В первую очередь на клетки капсулы селезенки, которые тоже поляризуются. Таким образом, заряд передается иммунным клеткам, которые находятся и синтезируются в селезенке. А их там много разных видов. Внимание! Передаются эти заряды и терегуляторным клеткам, и макрофагам. Макрофаги поляризуются и меняют свои свойства, а приобретая отрицательный заряд, они из воспалительных становятся противовоспалительными. Атерегуляторные клетки активизируются и подавляют излишне активные иммунные клетки, убирая, замедляя излишне активные иммунные реакции, подавляя тем самым аутоиммунные болезни. Вот второе, а вернее первое главное уникальное открытие данного исследования свойств соды. Кстати, а теперь вот пусть прикусят злые языки, те глупцы, которые радостно кричат и кричали, веря в то, что водородная вода это якобы фикция. Еще раз, эту мою лекцию посмотрите, послушайте, и послушайте там уже не теорию, а практику. А эффект от той водородной воды будет во много раз выше. Итак, как же правильно пить соду для устранения воспалений? 2-3 грамма соды, а это 1 четверть чайной ложки, можно взять 1 треть. Химически чистый, без добавок, без разрыхлителей и прочей гадости соды, развести в 200 миллилитров, то есть в одном стакане теплой воды, комнатной температуры, либо чуть выше, и пить 1-2 раза в день до еды, хотя бы раз в день утром. Пить надо не залпом, а медленно, лучше в течение 5-7 минут, минут за 15-20 до еды. Пить надо медленно, чтобы не было вздутий и газообразований от углекислого газа в процессе реакции в желудке. Но перед едой, минут за 5-7, я советую пить натуральный яблочный уксус, 1 чайную ложку на треть стакана теплой воды, для генерации с желудком достаточного количества соляной кислоты, для хорошего переваривания пищи и усвоения в дальнейшем питательных веществ из этой пищи. Противоречий тут нет никаких, вопрос в том, что это нужно разнести по времени, чтобы каждая из этих необходимых реакций прошла правильно и не мешала друг другу. О яблочном уксусе подробно смотрите вот эти два моих видео, которые вы сейчас видите на своих экранах и которые, конечно же, будут даны по ссылочкам вот под этим видео. Только не надо кипятком заливать соду, а только теплой водой до 45 градусов. Просто хорошо нужно перемешать и тогда пить. Да, важно иметь в виду, 2-3 грамма соды вообще никак не повлияют на PH организма, то есть вообще никак. Для этого нужно принять по крайней мере 20 грамм соды. А вот какую соду надо пить? Вот чтобы не сделать ошибок, не травить себя, смотрите обязательно вот это мое видео сода. Кто его еще не смотрел, обязательно. Ну а под тем видео в описании к нему есть подробное пояснение, почему именно эта сода, а не другая, иная. Полное обоснование. Ну что ж, дорогие друзья, теперь скажите, а вернее напишите под этим видео, Хотите ли вы, чтобы я сделал видео про хронические воспаления в организме, подробное видео, где я расскажу и о стареющих клетках, как и чем безопасно уменьшить их количество, какие факторы вызывают их активное образование, провоцируя воспаление, как влияют вареные крахмалы, хлеб, молоко, трансжиры, сахара, все сладкое на вкус, фруктовые соки, полуфабрикаты, жаркое, и другие продукты и добавки на образование воспалений в организме, и какие продукты и добавки обладают противовоспалительными веществами и свойствами. Хотите такое видео? Тогда напишите мне в комментариях под этим видео, не ленитесь, мол, да, я хочу, чтобы вы сделали видео про хронические воспаления. Для вас это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, не безразличие ваше, для кого, собственно, я это делаю, а мог бы что-то другое сделать и потратить время, с большей пользой, возможно. Потому будьте активны, и я тогда данное видео поставлю себе в график и обязательно сделаю. Ну и в завершении скажу пару слов вот еще о чем. Подавляют воспаление в организме еще и некоторые мероприятия и компоненты. Смотрите мое видео «Лечебное очищение и голодание», непременно мое видео «Аутофагия», про клеточное самоочищение и уникальную траву «Марингу». Посмотрите вот это видео «Гриб-дождевик», потому что ведь радиация, радионуклиды, тяжелые металлы тоже еще как провоцируют воспалительные процессы, сами понимаете. А путь решения данной очень серьезной проблемы есть, и он дан в этом видео. Посмотрите непременно мои вот эти видео последние о паразитах, ведь паразиты, ленточные круглые плоские черви, тоже провоцируют воспалительные процессы в организме. Более того, все эти видео, которые я сейчас перечислил, связаны между собой. Вообще-то я советую не просто смотреть мои видео, а выписывать, делать конспекты. Они очень пригодятся в жизни, и практика показывает, что это работает именно так. То есть нужно осмыслить, понять процессы. А я их объясняю простым доступным языком и очень кратко. Вам не нужны годы жизни на это, чтобы все выяснить, понять, осознать, а только лишь нужно смотреть мои лекции, конспектировать и не лениться воплощать в жизнь то, что я поясняю, и результаты не заставят себя ждать. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.